Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. На прошлой неделе сломалась панагия, которая служила мне верой и правдой много лет. Я ее носил везде, но она деревянная, то есть легко ломается. Сломалась она в машине от ремня безопасности. Дело в том, что у меня нет проблемы, как в знаменитом анекдоте, когда человеку спросили, когда он спит, у него борода под одеялом или сверху одеяло, а потом человек спать не мог. У меня панагия всегда сверху ремня безопасности. То есть, когда сажусь, я поднимаю панагию и пристегиваюсь. Ну, в каршеринге езжу, когда. А тут вот я, видимо, как-то и не приподнял панагию, поверх нее пристегнулся. Да и время пришло, потому что я и раньше так делал. В общем, тут она сломалась. Наверное, ее можно как-то починить, приклеить что-то. Но мне для этого не достает примизной рук, времени, купить клей, все такое. И я, конечно, просто купил новую панагию. Она хорошая. Во-первых, она все-таки так вот в форме креста. Да, и это тоже дерево. По-моему, ольха. Вот здесь богородица с младенцем. По всему, конечно, видно, что это Владимирская икона Божьей Матери. Это видно по характерной руке бога-младенца, который он гладит богородицу по плечу. Тип Иллиуса, конечно. То есть, соприкосновение щек. Это такая иконографическая рифма со снятием со креста. Не рыдай, меня, мать. Ну, то есть, это мой любимый богородичный иконографический тип. И то, что панагии в форме креста, как раз с этим рифмуются. То есть, это богородица с младенцем на руках размышляет о пророчестве Симеона. О том, что же за оружие пройдет душу. Но не как богородица семистрельная. А вот здесь Христос ее утешает. Как бы, зная о своих грядущих страданиях, как богомладенец. И утешает богородицу. И вот здесь, конечно, в образе этой панагии, очень шикарная получается проповедь о Христе. Мне новая панагия очень нравится. Для любителей вскочить в последний вагон уходящего поезда, сообщаю. Набор в онлайн-центр подготовки проповедников скоро будет завершен. То есть, уже завтра, в пятницу, мы начинаем занятия. Поэтому, если кто-то очень хотел записаться, но все откладывал, срочно решайтесь. Пишите по адресу webpreacher.sobaka.yandex.ru Пишите «Хочу учиться». Вам вышлют инструкции. Но только делать все надо очень быстро. В прошедшее воскресенье у нас был престольный праздник. Я об этом говорил в прошлой нашей передаче. Наш приход, вот где я настоятель, был образован в 2014 году. И он назывался «Приход воздвижения креста Господня». Но потом меня попросили принять к себе остатки прихода святого Михаила Архангела. И так получилось, что соединили два прихода в один. И вот с тех пор это у нас приход святого Михаила Архангела. Ну, потому что церковная провинция святого Михаила Архангела и как бы центральный московский приход должен быть одноименным. Престольный праздник прошел хорошо, насколько он хорошо может пройти в условиях пандемии. Я поэтому специально не приглашал гостей особо, но гости все равно пришли. И очень приятно, что у нашего прихода есть друзья из иных конфессий. Они приходили, радовались с нами и имели евхаристическое общение. Народу было не очень много, но зато стол, конечно, был выше всяких похвал. И вот тут потрудились сестры, которые что-то купили, принесли, все организовали. Потрудились сестры, которые все это украсили. Так что, я думаю, Архангел Михаил был доволен. Потому что он, конечно, тоже присутствовал на нашем празднике. Как и все святые на каждой месте. Наметни мне написал наш священник, отец Виталий из Калининграда. И попросил меня прокомментировать картинку, которая блуждает по интернету, по-моему, еще со времен украинских Майданов. Отца Виталия, видимо, достали этой картинкой. И он устал всем объяснять что-то. И он попросил меня, ну, можно же как-то на видео, наверное, это снять. Ответ, чтобы раз и навсегда расправиться с этой малограмотной поделкой. Вот эта картинка. Неправильный, сильно дальний перевод. Ну, типа, ох, надо же поиздеваться над словом синодальный. Нет власти не от Бога. Перевод напрямую с греческого оригинала. Буквенный. Буквенный. Вот как можно вообще верить человеку, который вместо слова буквальный пишет слово буквенный. Значит, буквенный перевод не есть власть, если не от Бога. Смысловой перевод. Власть не является властью. О, боже мой. Являются только привидения. И только плохим переводчиком. Власть не является властью, если она не была избрана, поставлена и утверждена самим Богом. Угарестин экзусия эйме апотеу. У полное отрицание следующего. То есть, абсолютно безграмотная вот эта вот картинка. И она вот столько наделала шуму в интернете. Ну, слушайте, ну это просто невероятно. И я здесь даже не столько про политику, сколько про древнегреческий текст. Руки прочь от библейского текста. Вот не надо в угоду политическим каким-то своим симпатиям или антипатиям толковать безграмотно текст священного писания. Ну, это просто ни в какие ворота не лезет. Но, действительно, это цитата из послания апостола Павла к римлянам, 13 глава, 1 стих. И, действительно, вторая часть первого стиха звучит так. Угарестин экзусия эйме хупотеу. Кстати, только сейчас на этапе монтажа еще обратил внимание, что они предлог перепутали. Вместо предлога хупо они написали предлог апо. Апо это от, а хупо, ну это как бы в этом контексте и спот. Ну, вообще, сам факт, что люди даже греческий текст правильно переписать не могут, тоже о многом говорит. И, конечно же, это должно переводиться как. Ибо нет власти, кроме как от бога. Ну, если так вот придираться, хупо это из-под бога. То есть, вот бог сверху, и вот он, вот предлог хупо, как бы показывает, что вот власть буквально спускается. То есть, вот проталкивается богом сверху. И синодальный перевод абсолютно правильный здесь. На каком основании я делаю такое утверждение? Какие ваши доказательства? Ну, нет, у меня есть другие аргументы. Но давайте все-таки скажем, что во всех известных мне переводах именно так и переведено. Нет власти, кроме как от бога. Вот во всех покажите любой авторитетный перевод. Хотя бы просто устоявшийся, где было бы иначе. Ну, слушайте, такого перевода просто не существует. А это означает, что все более-менее известные переводчики. Ну, а я могу читать на русском, на украинском могу прочитать. На польском, на словацком с гугл-переводчиком. На немецком, английский, без гугл-переводчика перевода могу посмотреть. Причем, как смысловые, так и вербально-эквивалентные. И везде говорится примерно следующее. Ибо нет власти, кроме как от бога. Или установленной богом. Второй аргумент. Ну, что называется, от грамматики. Авторы этой картинки очень плохо знают древнегреческую грамматику. Ну, просто двойка. Они почему-то решили, что греческое словосочетание «эй-ме» это условный союз «если» и отрицательная частица «мэ», что значит «не». И они это переводят «если», «не». Но они просто не знают, в каких случаях ставится отрицательная частица «мэ». В греческом языке есть две отрицательные частицы. «У» и «мэ». И вот «мэ» ставится при определенных условиях. В частности, в сочетании с союзом «эй» она образует сложносоставной союз, который переводится только как «кроме». Ну, в подавляющем большинстве случаев. «Кроме». Если бы автор хотел здесь употребить условный оборот, ну, предаточное предложение функции обстоятельства условия, «не есть власть», «если не от Бога», тогда после слова «эй», поскольку это «казус реалис», условный период, тогда после союза «эй» должно бы стоять «у». Ну, а последняя фраза с этой картинки просто не имеет никакого смысла. «У» – полное отрицание следующее. Что? Полная бессмыслица. «У» – ну, вот это «о-у», да, то есть это деграф. «У» – это отрицательная частица «не», которая ставится при глаголах в индикативе, то есть в изъявительном наклонении. И всё, никакого не существует правила про полное отрицание следующего. То есть люди, составившие эту картинку, слышали звон, но не знают, где он. Ну да ладно, но ведь можно же просто дочитать дальше. Дальше там сказано. «Существующие же власти от Бога установлены». То есть вторая часть фразы толкует первую. Ну как можно её истолковать? «Не, это не власть, если не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены». Но тогда одна часть утверждений противоречит другой. Но апостол Павел не был шизофреником. Ну и, конечно, это подтверждается другими текстами священного писания. Например, Даниил 4.14. «Всевышний владычествует над царством человеческим и даёт его кому хочет». Действительно, любой правитель, который осуществляет власть в том или ином государстве, делает это, будучи поставлен Богом. Причём хорошие правители даются народу в благословение, ну а плохие, может быть, в наказание. А иногда даже плохой правитель может служить каким-то целям Божьим. Вот у пророка Исаии 44 глава 28 стих и 45 глава 1 стих говорят о персидском царе Кире, который назван «Пастырь мой, и он исполнит всю волю мою и скажет Иерусалиму, ты будешь построен, и храму ты будешь основан». Царь Кир, так-то вообще отвратительный человек, между нами говоря, вовсе не образец христианской, да и общечеловеческой добродетели. Но Бог поставил царя Кира с определённой целью. И эта цель была достигнута. Более того, в 45 главе 1 стихе говорится, «Так говорит Господь помазаннику своему Киру». Сказать вам, какое слово там стоит в Септуагинте? Христос. То есть Бог называет Кира Христом, ну помазанником своим. «Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы». Казалось бы, языческий царь, идолопоклонник, а Бог ставит его для достижения определённых целей. В книге пророка Осии сказано, «Поставляли царей сами, без меня ставили князей, но без моего ведома». Вот здесь часто тоже этот стих приводят. Говорят, ну вот видите, Бог взыскивает с тех, кто неправильно голосовал. Слышите, эти слова означают только то, что Бог гневается, когда люди не ищут воли Божьей. В том числе и при поставлении правителя. То есть они не молятся, не исследуют что угодно Богу. Но если такого правителя всё-таки они выбрали и поставили, то всё, теперь уже крепись. Теперь это уже воля Божья. Дело в том, что существует воля Божья провиденциальная или промыслительная, и воля Божья нравственная. Нравственная воля даёт нам нравственные директивы. Вот так вы должны жить, вот так должны поступать. А промыслительная воля, она говорит о том, вот так всё произойдёт в истории. Вот так оно будет. И этот Божий план часто для нас оказывается тайной. Божий промысел непременно исполнится. И Бог поставит над народом начальника, который будет выполнять этот план Божий определённый. Либо благословенный план для нас, либо наказание за наши грехи. И поэтому апостол Павел говорит, существующие власти от Бога установлены. Потому что утверждать обратное значит говорить, что Бог ничего не контролирует в этом мире. Любая власть от Бога, в том числе неумелая, ненравящаяся народу, угнетающая народ, лживая, коррумпированная и так далее и тому подобное. Мы можем быть уверены в одном. Каждый правитель, хороший или плохой, даст отчёт перед Богом на страшном суде. А вот христиане дадут отчёт за себя. Покорялись ли они власти или нет. Таково в общем и целом учение Священного Писания о взаимоотношении христиан и власти. Мы должны уважать власть, молиться о власть придержащих, избегать зла, в том числе караемого по закону, аккуратно соблюдать все законы, которые не противоречат Божьим заповедям. И делать мы это должны не лицемерно, не только из страха наказания, но и по совести, пишет апостол Павел. При этом мы должны относиться к представителям власти с почтением, как дальше пишет апостол Павел. Кому страх – страх, кому честь – честь. И давайте не забывать, что эти строки апостол Павел пишет, когда в Риме царствует жестокий, отвратительный, сумасшедший, кровавый тиран по имени Нерон, гонитель христиан. А апостол Павел уже готовится принять мученический венец. Так что уж в трусости или заблюдстве перед властью апостола Павла заподозрить не получится. Просто апостол Павел предпочел погибнуть от меча нейроновских силовиков не за бунт, не за борьбу в пользу улучшения уровня жизни римских рабов. Павел не Спартак. Павел предпочел погибнуть за проповедь Слова Божьего, которое он неоднократно призывал не искажать. Поэтому если еще раз вы увидите вот эту картинку или рассуждения подобные вот этой картинке, просто знайте, что вас обманывают малограмотные люди. В России в римно-католической церкви новый епископ Николай Дубинин. Я смотрел с ним интервью накануне рукоположения и у меня остались самые приятные впечатления от этого человека. Конечно, он будет очень выгодно отличаться от такого забронзовевшего официоза многих архиереев Русской Православной Церкви. У владыки Николая живой взгляд, хороший русский язык, неплохое чувство юмора, огромная личная харизма и обаяние. Поэтому я рад, что такой епископ появился в России. Аксиус Владыка и испала эти деспоты. В Патреоне мы как-то сильно откатились как по количеству патронов, так и по сумме. Это не может не огорчать. Поэтому я снова и снова прошу вас поддержите наше служение финансово. Пока у нас 37 патронов и 448 долларов ежемесячно мы собираем, это, конечно, очень и очень мало. Нужно в 10 раз больше, конечно, так-то вот по-хорошему, чтобы служение шло без сучка и без задоринки. У нас нет других спонсоров и в непростые времена я надеюсь на Божью помощь и на вас, мои дорогие. Низкий поклон тем верным патронам, которые продолжают жертвовать на наше служение. На сервисе Бусти у нас 5 подписчиков, и это тоже мало, но хотелось бы больше. Но этим пятерым тоже спасибо. Спасибо вам, Господь с вами, да благословит вас всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Идите в мире. Пока-пока. Субтитры подогнали Симон.